Девушки отдыхают 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 Такой гнусный же тип. Такой гнусный же тип. Сдохни! Такой гнусный же тип. 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 Такой гнусный. Заключи нас, Фырден, и выгони его из моего тела. Теперь пора покритаться с Красным Мором. Ну что, паскуда? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рейнольд умер несколько веков назад, но тело не разложилось. Очевидно, это заслуга духа. Ах, никогда не видал такой брони. Медальон странный. С головой волка, но плоский. Ах, наконец-то Осмунд кого-то прислал. Видимо, боги услышали мольбы из этого проклятого места. Продолжение следует... Иногда я уже не понимал, кто я. Рейнольд или Красный Мор. То ли оба сразу, то ли ни тот, ни другой. Не стоит благодарности. Только ты ошибся. Меня прислал не твой друг Осмунд, а жрец Вечного Огня. Как вообще получилось, что в тебя вселился Красный Мор? Эти сектанты наняли меня, чтобы я избавился от него. Но при первых признаках одержимости, эти трусы просто взяли и заперли меня в шахте. А ведь могли бы прислать экзорциста, послать за другим ведьмаком, да что угодно. А эти бедняги, которые просто умерли тут, в штольнях, брошенные сюда во славу Вечного Огня. Да, я их видел. Моровому духу повезло, что ты сюда спустился. У кого не было ведьмачьего иммунитета к болезням, те его недолго выдерживали. Ишь, какая судьба шутница. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы его удержать, пока я не заточил нас в этой пещере. До меня он вселялся в больных, но быстро уродовал их и губил. Они превращались в остервенелых бестий, да еще и умереть не могли. Так все эти факелы, голоса, это был не ты? Ты еще спрашиваешь. Мор хотел заманить тебя сюда, а я был так слаб, что даже не замечал тебя. Ну, по крайней мере, сначала. Кто ты на самом деле? У тебя медальон с головой волка, но не такой, как мой. И что же, я придумал, каким он будет, и сам его изготовил. Как любой ведьмак в Каэр-Морхене. Завидую твоим умениям. Я свой просто получил от наставника. Как любой ведьмак в Каэр-Морхене. Может, в твои времена все было иначе. В каком году ты пришел сюда, в чертову яму? В 970-м. Или в 80-м. Черт, да не помню я. О чем не подумаю. Все как... Как в тумане. Рейнольд, это было больше трех столетий назад. Больше трех... Нет. Нет, ты чего? За мной прислали бы кого-нибудь лет через пять. Ну, может, через десять. Осман бы меня нашел. Твою мать. Мне очень жаль. Раньше Красный Мор уже пытался прикинуться ведьмаком. Откуда мне знать, что ты и есть, Рейнольд? Спроси меня о чем-нибудь, что может знать только ведьмак из Школы Волка. Давай, не тяни. А ты точно из Школы Волка? Твой доспех... Немного напоминает наш. Но цвет, накладки и вертикальные полосы... В Каэр Морхене мне всегда поручали клепать снаряжение. Говорили, у тебя золотые руки. Эти доспехи я доделывал уже на пути. Они должны были стать образцом для всей Школы. Только их никто не увидел. Ты их сделал сам, без мастерской? Похоже, не тот путь ты выбрал. Мог бы сделать себе имя среди бронников? Или хотя бы портных? Осмун тоже придумывал, как улучшить этот доспех. Он все записывал. Мы собирались вместе поговорить об этом в Каэр Морхене. Хотелось бы верить. Чем докажешь? Обыщи мое тело. В левом кармане рубахи найдешь чертежи. Можешь забрать себе. Можешь забрать слов. Подолжение следует. Кто-то жить. Жизнь. Нех. Добавяıllррррррррррррррр Погceed. Духов тебе больше нет, но ты, кажется, раздражен. Надо убедиться, что ты уйдешь с миром. Иначе я стану тем, на кого наш брат обычно охотится. Что ж, понимаю. У меня осталось одно незаконченное дело. Помоги мне с ним. Тогда я обрету покой. Или можно сжечь твое тело на погребальном костре, как положено. Чтобы я ушел, не примирившись со своей судьбой, в боли и горечи. Этого ты мне желаешь, брат. Как я понял, тебя прислал жрец. Приведи его сюда. Хочу с ним напоследок поговорить. А что, ты соскучился по религиозным диспокам? Пара слов ничего не изменит. Отпусти свою обиду, Рейнольд. Нет. Сперва я посмотрю ему в глаза и спрошу, почему его вера позволяет обрекать людей на смерть и страдания. Нет ничего общего между этим парнишкой и жрецами, что тебя замуровали. Да, тогда приведи их вместо него. Не можешь? Я так и думал. Прости, я не стану рисковать жизнью мальчишки. Ты слишком долго был один на один с Мором и со своими мыслями. Я отдал все, чтобы спасти других. Думаешь, я теперь все перечеркну и брошусь на этого твоего монашка? А ты думаешь, что один разговор с этим моим монашком дарует тебе покой после трехсот лет кошмара? Тогда просто сожги мое тело. И поскорее обойдусь и без погребального костра. Жаль, что все так заканчивается. Делай, что должен. Дело сделано. В шахте больше нет заразы. Слава вечному огню! Какое облегчение! Осмелюсь спросить, что ты нашел? Царапины от ногтей на стенах, тела людей, умиравших в муках, и дух Красного Мора, родившийся из их страданий. Жрецы заперли больных в шахте и бросили подыхать. Обрекли на страшную смерть. Нет. Он всегда освещает верный путь. Не хочу рушить твою картину мира, но огонь по природе уничтожает. Свет — это приятное дополнение. Может, эти люди умерли как-то иначе? Приор наверняка сможет найти объяснение. Вот твоя награда. Спасибо тебе. Прощай, жрец. Если я найду заметки Осмонда, о которых говорил Рейнет, можно будет доделать доспехи. Надо зайти в библиотеку в следующий раз, как буду в Каарморхене. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...